ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Need for Speed одна из самых популярных гоночных игр. За 25 лет истории с ней происходило куча различных событий. К примеру, возьмём 2010 год. У студии Criterion Games выходит новый проект под покровительством Electronic Arts. Need for Speed Hot Pursuit, ремейк оригинальной игры 98-го года. Все были в восторге. Казалось бы, ещё несколько таких удачных проектов, и Need for Speed вновь подцарится на троне лучшей гоночной аркады. Но как бы не так. 2011 год. Выходят сразу две игры, The Run и Shift 2. И впоследствии обе студии, которые отвечали за эти игры, попали в просаг. Slightly Mad убита, Black Box закрыты. Последние игры обеих студий вышли в 2011-м. Две Need for Speed за один год. Однако за год до этого из-под крыла Criterion Games вышла Hot Pursuit, как я говорил ранее. Многие ещё не отошли от этого проекта. Онлайн живой, игра успешна, интересные погони на суперкарах с технологиями, да и с копами. Проект показал себя успешным. И началась разработка новой части серии. Фокус был направлен на переосмысление одного из легендарных тайтлов. В этот раз Most of Wanda 2005 года выпуск. E3 2012. Впервые показывают игру и... Все в разочаровании. Почему это вообще носит подзаголовок Most of Wanda? Игроки хайли игру, проклинали всё, что могли. После такого студия заявила, что берёт перерыв от гонок и в дальнейшем они становятся просто студией поддержки. Сами выпустили ужас, сами получили хейт. Правильно, что ушли. Подумает каждый игрок. Однако всё раскрывается в деталях. В определённый момент на разных сайтах начали всплывать самые различные концепты игры из портфолио одного из художника. Мало того, концепты своей задумкой и рядом не стоят с тем, что геймеры получили в итоге. Во-первых, на многих концептах присутствует автомобиль BMW M3 E92 в раскраске, как у BMW из образца игры 2005 года. Оригинальный бета-логотип игры с цифрой 2, чёрный список, различные цели и какие-то технологии. Один из концептов игрой света и тени на BMW делает раскраску автомобиля, будто это цифра 2. Нашёлся вот такой скетч, на котором явно видно, как тот же автомобиль участвует в гонке с использованием технологий. Или целая серия скетчей с миссиями. К примеру, вот Макларен в погоне откопов заезжает в вертолёт. Затем вертолёт закрывает дверь, и герой улетает в машине на вертолёте. Вот ещё один скетч. BMW едет откопов, толкает легковушку под грузовик. Это провоцирует аварию, и груз падает прямо на полицейских. И логично, что после таких концептов игроки разделились на два лагеря. Первый, который в недоумении спрашивал, куда же всё это делать в финальной версии. А второй просто не верил в это. Мало ли какой фанат оригинальной игры сделал фейк. Однако уже спустя несколько месяцев на ютубе начали всплывать различные футажи альфа-версии игры. Уже тогда многие убедились, игра колоссально изменилась во время разработки. Однако оставались и те, кто продолжал не доверять увиденному, уверяя, что во всём виновата сама студия. Игроки долгое время были в невидении, и не знали о том, что игра разрабатывалась как полноценное продолжение. На ютубе много подобных роликов, есть очень хорошие, советую после просмотра этого ролика ознакомиться и с ними. Однако все они сделаны больше как анализ имеющегося. Я же постарался скорее рассказать и показать различия между всеми версиями, показать путь от начала до конца, показать вам полное развитие игры. Сразу извиняюсь за качество некоторых футажей во время видео. Это всё последствия эмуляции. Моё железо не позволяет, пришлось записывать всё на PS3. Так что битрейт иногда может желать лучшего. Я вас предупредил. По некоторым данным точно известно, что существует 54 билды с игрой, однако в доступе для простых смертных можно найти лишь 32. К слову, многие из них отличаются на 1-2 дня. Некоторые буквально не имеют никаких отличий, поэтому не удивляйтесь, что вы не увидите название некоторых билдов в этом ролике. Как вы видите, по этой картинке зелёное означает, что оно есть в доступе, красное осталось где-то у определённых личностей, и обозначение Lost понятно и без меня. Помимо этого, все прототипы делятся на 4 вида. Билды, которые разрабатывались как полноценное продолжение Mostwanda 2. Билды, которые отбросили связь с оригинальной игрой, однако всё ещё имели различные интересные функции, напоминающую задумку про продолжение. Билды, которые буквально являются той игрой, что мы получили в итоге, но со своими особенностями, некоторые из которых не дожили до финала. И билды с разработкой различных DLC. Первый альфа-билд, который находится в открытом доступе, датируется 24 ноября 2011 года. Первое, что бросается в глаза, другой логотип и Electronic Arts, взятый прямиком из загрузки третьего Battlefield, да и само меню ещё сырое. Затем нам разрешают выбрать карту. Как бы странно ни звучало, но изначально Mostwanda 12-го года разрабатывался на костях от Pursuit, поэтому удивляться возможности выбору карты оттуда не стоит. Гавайи – тестовое название карты из Mostwanda. Изначально город оттуда так и назывался, поэтому начинаем именно с этой карты. Сразу запускается режим истории. Разработчику показывается текст. Это часть сценария, которая должна была быть реализована, как звонок игроку. Показывается она для разработчика просто как заглушка. Однако здесь мы можем увидеть наброски никогда не реализованного сюжетного режима. Конечно, не стоит отрицать того факта, что этот и весь последующий сюжет в последующих билдах мог быть просто выдуманной заглушкой для прототипов. В данный момент игры герою звонит некий похититель, который говорит следующее. «Окей, сейчас посмотрим, как ты справишься с хвостом. Да, каюсь, моих рук дело. Не пытайся сбежать, я уже включил вот джек, который Мия любезно подложила тебе в машину. Ты слишком в самый раз. Когда он включен, полиция сможет найти тебя, куда бы ты ни поехал. Продержишься достаточно времени с легалами, ну, пока я не дам сигнал, что всё. И тогда, может быть, я поверю в то, что о тебе поговаривают». И уже здесь смотрящие на эти сливы понимали, что игра была как раз-таки продолжением оригинальной истории Most Wanted 2005 года, а не ремейком, как вышло в итоге. После этого звонка начинается сам геймплей. Суть миссии заключается в том, что нужно продержаться 3 минуты против копов. Во время игры мы узнаем об особенностях геймплея. К примеру, можно использовать первую доступную технологию – шипы, которую я активно юзал против полицейских. Также в самом билде уже присутствовали погонеломы, благодаря которым можно стряхнуть хвост. Для тех, кто не играл в оригиналы образца 2005 года, просто скажу, что погонеломы – это такие сооружения, которые обваливаются на полицейских, вводя их машины из строя, позволяя геймеру оторваться от полиции. Также из возможности игры на данный момент это урезанный фоторежим. Спустя 3 минуты нам вновь звонит похититель. Сразу же по задумке, нам должен был звонить этот друг со словами «Ты сжёшь сильнее, чем в аду. Направляйся по координатам, которые есть только у тебя, ты можешь использовать мой гараж. Заодно посмотрим, может найдём тебе новую тачку. Главное, я не хочу никаких проблем, поэтому никаких копов». Итак, как вы могли понять, уехать от полиции до конца таймера никак бы не вышло. Всё благодаря лоджеку – устройство слежения, которое было вставлено в наш авто. Избавляемся от копов, и возле гаража срабатывает скрипт на катсцену-заглушку. Позже в следующих билдах мы увидим нечто подобное ещё не один раз, но уже на движке игры, однако пока этот момент мы опускаем. На этой катсцене сюжетная часть билда также заканчивается. Помимо этого у нас есть ещё Сикрест Каунти и две тестовые карты. Давайте запустим и их. Запуская карту из горячей погони, ничего особо нового и важного вы не увидите, ибо это всё та же карта из Hot Perchute 2010, которая здесь, к слову, запустилась в стабильные 30 фпс, в отличие от Гавайев. И неудивительно, что билд Гавайев лагает, ведь он ещё и близко не готов к релизу. На данном моменте видео вы можете увидеть необычный вид камеры. Тут два варианта – либо это просто тест, либо же недоделка вида от первого лица, который мы потеряли. Также на данный момент в игре всего три автомобиля – М3Е92, М3Е46 в раскраске Мост Вонде 2005 года и Макларен. В следующих двух картах нет ничего интересного для рядового игрока. В первом, следовательно, из названия – тест графики. Различные текстуры стоят прямо на карте, и всё. Во второй же – тест различных поверхностей, трамплин и по большему счёту также всё. Помимо этого, в данном билде есть режим Don't Start. При запуске здесь показывается всё то же самое, что и в миссии, увиденной нами ранее. Однако, интро-катсцена здесь заменена раскадровкой. Технически, это незаконченный режим свободной езды. В этом билде впервые добавлена вступительная миссия The Chase. Этот билд запускается без катсцен, ибо их просто ещё нет. Визуально интерфейс поменялся не сильно, однако это лишь с виду. Возвращаясь к катсцене заглушки возле гаража в предыдущем билде, как я и говорил ранее, в игре помимо погонеломов должны были быть устройства в самой машине, технологии как о перфьют. В этом билде в определённый момент запускается скрипт, где наш персонаж сам включает такую технологию. Устройство носит название L-Ride Device, или просто ультрафонарь, с помощью которого герой разворачивает прицеп с фурой, и всё её содержимое вываливается прямо на полицию. Затем нам вновь дают управление на некоторое время. И после этого герой прячется в закоулке. Когда погоня отстала, герой просто уезжает куда-то вдаль. Затемнение, загрузка, и вновь запускается та самая миссия с похитителем, о которой шла речь ранее. Да, всё немного запутано, как такового сюжета ещё не создано, однако в следующем билде всё становится чуть-чуть понятнее. Последние семь лет, три месяца, двадцать семь часов, тридцать пять минут, двадцать шесть секунд. Я бегал. Говорят, когда тебя разыскивают, у тебя ничего нет в жизни. Ты не можешь бросить всё в один момент. Нет корней. Семьи. Работы. Даже банковского счёта. Ты всегда оглядываешься назад. Ищешь выход. Я готов к вашему следующему шагу, чтобы начать бежать. Готов к вашему следующему вздоху, чтобы быть вздохом. Готов выйти за край, нарушить границы того, на что, по мнению любого нормального человека, он способен. Странно, что если ты делаешь это долго, то ты привыкаешь к этому. Ты думаешь по-другому. Ты движешься иначе. Ты другой. Ты учишься сливаться с толпой. Иногда ты можешь быть у них прямо перед носом, а они и глазом не моргнут. Никогда не заметят и не погонятся. В случаях, когда ты оступаешься, они видят тебя. Ты видишь их. Вы смотрите друг на друга словно целый год. И вы оба знаете, что это то самое время. Ваш разум движется от нуля до миллиона миль в час за секунду. Но ты не паникуешь. У тебя замедляется сердцебиение. Ты не потеешь. Ты дышишь. Ты делаешь это. Ты делаешь все возможное. Ты гонишь. Пошли мурашки, верно? У меня тоже. Именно так и начинается миссия The Chase. Герой приезжает в город прямиком из Рокпорта. Это мы узнаем впоследствии полицейских разговоров в следующих билдах. Не хочу делать громких заявлений, однако все это также может быть сюжетной заглушкой. На данный момент в этой концепции видно, что события из карбон решили просто опустить. 7 лет розыска, смена автомобиля, все это повлияло на жизнь героя. Игрока буквально пытаются поймать каждый коп. Дальше мы уже знаем, что произойдет благодаря рассмотрению предыдущих билдов. Включение ультрафонаря, отрыв от копов в переулке, попытка скрыться в гараже, который мы нашли, звонок от загадочного похитителя, устройство слежения, гараж засвечен, дойти на его условия, 3 мучительные минуты, вновь звонок от похитителя, скрываемся в новом убежище и пока на этом сюжетом все. Но какие изменения произошли в самом билде? На самом деле не особо значимые. Новый логотип игры, во время погони по городу у полицейских новые разговоры по рации, исправлен скрипт во время того, как наш гараж окружают полицейские, и немного изменена игровая карта. Глобальных различий между этим и предыдущим билдов нет. Убран имбийд погони, исход персчет 2010 года, который играл на фоне в предыдущих билдах. Были также замечены неиспользованные автомобили, такие как Toyota Hilux и Hammer HX Concept 2008, а если быть точнее, они замечены лишь в коде игры, самих моделей нет. К слову, в файлах игры есть остаток знака Toyota. А также уже в билдах есть кучка других автомобилей, которые уже дожили до релиза. Также здесь впервые добавлены гонки, две круговые по городу, уже в них видно, что они шли по контрольным точкам. Опять же ситуация похожая на прошлый случай, особых различий нет, я побаловался с дебагменем и все в принципе. Пока ничего такого не трогали, в принципе логично, между этими версиями игры всего три дня. Запуская следующий билд, мы узнаем еще каплю о сюжете. Суть в том, что в маленькой табличке в гараже нам дают понять, что герой приехал в город по приглашению организатора гонок. Рекрутер приглашает игрока отправиться в гараж для создания операционной базы. Приступаем к миссии. Приехав на место, обнаруживаем кучу копов, нам надо сбежать от них, чтобы получить доступ к новому дому. Оторвавшись от копов, игра сообщает нам о доступе к новому убежищу. Также мы можем здесь починить машину и узнать, что следует делать дальше. Мы заходим в меню нового гаража, которое выглядит сыро, ибо это обычная заглушка. И в гараже мы можем выбрать новую тачку или испытание на карте, которая, как ни удивительно, отличается от вина. Вот как выглядит карта на данный момент. Я запустил еще одну гонку, и тут даже начало в виде катсцены есть. Это просто спринт. Кстати, теперь можно заметить, что худ с закищью азота поменялся. Теперь оно имеет более классический вид, нежели ранее. Гонка завершается эпичным прыжком от копов. Помимо этого, в игре есть уже такие ивенты, как круговые гонки, спринты и ивент с погоней от копов. Он запускается, словно миссия в Undercover. Из других изменений в этом билде также. Немного изменено главное меню. Появился эмбиент для главного меню и для погони с копами. Была добавлена анимация выезда из гаража. Судя по некоторым моментам в игре, после миссии The Chase и въезда в новый гараж, игрок первым делом должен был запустить гонку, которую вы видите на экране. Опять же, это обычная кольцевая гонка. Проходя сюжетные миссии, мы сталкиваемся с первым соперником черного списка. О нем ничего не известно, кроме того, что он разъезжал на синем Эва-10. Все, что следует сделать, это догнать и разбить его. Здесь же нам впервые дают использовать такую технологию погони, как тепловизор. После того, как мы разбили Эва, он автоматически появляется у нас в гараже. Кстати, о технологиях. Помимо шипов, ультрафонаря и тепловизора, у нас был дым, который полностью затоплен. Уманивал видимость на дороге. Однако, к технологиям мы вернемся уже в следующем билде. А из нововведений в этом билде мы узнаем о новых машинах, о катсценах паре гонок, о переговорах копов и диспетчера, и о проблеме с нехваткой оперативной памяти консоли, из-за чего происходит краш игры на PlayStation 3. Но сделаем поправку, что это прототип для разработчиков. То есть, о производительности тут серьезно еще не думают вовсе. Начало в этом билде тоже немного поменялось. Здесь приходится пройти несколько гонок. Каким-то магическим образом, участник черного списка на все том же Эвике появляется возле нашего гаража. Нам надо его разбить. После этого мы получаем технологию Intel. Вкратце, она выливается словно масло на землю, и тем самым противники теряют сцепление с дорогой. По задумке, помимо доступных технологий изначально, мы должны были получать новые после дуэли с боссами черного списка. Но, к сожалению, эти задумки не дожили до релиза, а масло Intel стало последней технологией, которую вообще придумали. Давайте я вам перечислю все технологии погони, чтобы больше не повторяться. Шипы Ультрафонарь Intel Тепловизор Дымовая завеса А также спидбрейкер. Работает как в оригинальной игре, но здесь подразумевается как полноценная технология. Время идет, разработчики целыми днями сидят над игрой. Или наоборот, целыми днями ничего не делают и не могут на ее начать. Есть предположение, которое выдвигает и такой взгляд со стороны. Отчасти можно сказать, что разработчики Criterion Games также виноваты в факапе, который произошел с игрой. Заигрывая с идеями, они долго не могли начать делать саму игру, и объем идей на несколько месяцев не соответствует тому, который должен быть в этот момент. Несмотря на это, издателю необходимо выпускать игру этой осенью. Показать общественности надо еще раньше, летом на Е3. Ничего не поделать, приходится пускать под нож все, что не работает или еще не готово. Первым делом убрали сюжет, хотя судя по тому, что мы рассмотрели ранее, сюжета как такового еще вообще не было. Несколько миссий со сценарием, одна гонка с соперником черного списка и концепты. На дворе начало марта, проект по факту недалеко ушел от того, что было в конце 2011 года. В реальности к этому времени уже надо иметь наполовину рабочую игру с реализованными механиками. Сюжет пошел под нож, а это самое главное, поэтому и номер 2 исчез из названия. Но общий образ игры все еще какое-то время остается прежним. Убрали любой намек на стайлинг, кроме покраски, а улучшения для авто ставятся примерно так же, как и в релизной версии. Помимо этого начали менять и территории, вырезаны как минимум две большие окрестности, вы можете это увидеть в ролике о L.M.4. Также и про аэропорт, который был гораздо меньших размеров и вообще другой. Тот, которые вернулись в DLC, сильно отличается от этого. Запускаем первый билд, который является промежуточным между тем, что хотели разработчики, и тем, что мы получили в итоге. Electronic Arts и Criterion Games получили свои версии лого для игры. Как я сказал ранее, само лого игры лишилось цифры 2 в названии, однако шрифт был еще прежним. Радикально изменился интерфейс, теперь он в серых тонах, однако все еще очень похож на тот, который был изначально. Первое, что бросается в глаза, смена фильтра. Мы лишились желтого, осеннего и атмосферного цвета, в угоду того, чтобы игра казалась самостоятельной, и была меньше схожа с тем, что было в 2005 году. В предыдущих билдах казалось, будто разработчики взяли те же шейдеры из игры 5 года. Настолько уж сильно было похоже освещение в игре. Вновь изменили интерфейс, добавили амбиент. Добавлены две гонки и синематики к ним. Впервые были добавлены скоростные радары. А также, к слову, в этом и предыдущем билде все еще были погони ломы. Также впервые появился бар целостности автомобиля. Теперь у авто есть бар здоровья, словно как от персьют, но само здоровье было до этого, просто его состояние, а точнее ухудшение, показывалось статичными индикаторами. Набираешь три штуки, сломал машину. Само меню отдаленно напоминает релизную версию, однако оно все еще выглядит иначе. В игру впервые была добавлена система изидрайв, в настройках игры была добавлена поддержка веб-камеры на бумаге. На практике система еще не работает. На данный момент, помимо этого, полностью были убраны интерьеры гаражей. Можно увидеть самые ранние наработки смены автомобилей, названные джекспотами. Появились прыжки в качестве погони лома, и их нужно находить. Добавили точку ускоренного охлаждения погони, прямо как в оригинале. Гонки обзавелись еще более кинематографичными кат-сценами, которые до релиза не дожили. А у контрольных точек во время гонки появился звуковой эффект. Помимо всего этого, уже есть полноценные модели вырезанных автомобилей. К слову, эти авто дойдут почти до самого финала. Их уберут буквально в финальных билдах. Corvette Stringray, Hammer H1, Jeep Grand Cherokee, полицейский Carbon Motors. Кроме этих авто, среди игровых файлов фанатам удалось раскопать следующую картинку. Это текстурный файл от Subaru Impreza VRX TI. Это все, что от нее осталось. Однако есть вероятность, что от нее отказались на очень ранних этапах разработки. Либо же ее изначально изменили на хэтчбэк-версию, которая дожила до релиза. Модель BMW M3 5-го года была улучшена, а также физика в самой игре немного изменена. Теперь она ощущается немного иначе, но все же. Также была изменена карта. Немного, но все же. Вот как она выглядела в феврале 2012 года, а вот так в марте того же года. Сюжетная миссия The Chase еще была в билде. Однако на момент этого билда она лишилась как катсцены, где герой говорит о своем прошлом, так и всех героев в принципе. Теперь это просто погоня на 3 минуты. Однако скрипт с использованием фонаря все еще на месте. После этого погоня заканчивается. И таким образом мы видим, что игра полностью избавилась от сюжета или задумки сюжета, но все еще имела технологии погонь, которые позднее также вырезали. С помощью дебаг-меню в данном билде мне удалось заспаунить некоторых членов обновленного раннего черного списка. Их конечно возможно вызвать в мире и легальным путем, однако на момент этого билда это работает очень криво. Необходимо выиграть несколько гонок и может быть один из них тупо начнет кататься по городу. Поэтому наш вариант с дебаг-меню куда легче. Итак их 6. Первый с конца Lancer Evo X, второй Catterham Superlight, третий Ford Raptor S150, Maserati Gran Turismo 4, Ford GT 2006 5 и Nissan GTR Egoist 6. Удивительно, но многие из этих членов списка остались в мобильной версии игры. Также забавно, что уже работает система достижений на PlayStation 3. Следующий билд датируется 19 мая 2012 года. В очередной раз интро Electronic Arts и Criterion Games подверглась изменению. Было удалено главное меню, теперь это просто карта Fairhaven. И по моему мнению это выглядит довольно интересно. После загрузки мы оказываемся, что удивительно, возле того самого гаража. Есть как иконка на миникарте, так и возможность его использовать. Сам худ теперь выглядит почти так же, как нам показали на E3. Однако всё ещё сыровато. Плюс, судя по всему, в игре использовались доллары, а не спидпоинты. Да, вы правильно поняли, раньше во время погони присутствовала механика подсчёта урона по штату прямиком из первой части. В финальной же версии эту идею заменили на простой подсчёт очков. Теперь на карте отображается иконка найденного автомобиля. Появились первые заборы, которые надо сносить как Burnout Paradise. Прыжки, погонеломы от копов были заменены на рекламные щиты. Также на них используется другая текстура, которая не дожила до финала. Мастерские для починки и перекраски автомобиля были двумя разными зданиями. Точки быстрого ухода от погони находились по мере прохождения игры. Словно как джекспоты. Был изменён и сам процесс входа в гараж. Теперь тут можно выбрать найденное авто и поменять его. Или, к примеру, можно зайти в карту и выбрать испытание, которое ты нашёл ранее. Кстати, здесь есть интересный баг. Если ты подъедешь к гаражу задним ходом, то игра не сможет запустить анимацию и будет примерно вот такое зрелище. На втором уровне погони появляется додж-чарджер как автомобиль полиции, а на четвёртом уровне погони – вертолёт. Моделька и физика поведения вертолёта была взята прямиком из ход персю 2010 года. На карте он отображается отдельной иконкой. Однако он явно ещё не доделан, ибо он часто пролетает сквозь здания. Помимо этих изменений в игру впервые добавлена гонка, которую позже запустят на конференции Е3. Также в этом билде замечена проблема с картой. Если долго находиться в ней, то билд просто-напросто вылетит. Насчёт технологий. На данный момент они всё ещё есть в игре, однако либо не работают, либо работают некорректно. Короче, от них тоже уже начали избавляться. От шипов копы не получают урона, они просто не реагируют на них. Однако сам игрок всё ещё на них может попасться. Хотя, возможно, это просто и баг. Помимо этого, наконец-то они заменили модельку водителя, а теперь он похож на реализную версию. Также из трафика были убраны тягачи, грузовики с грузом. Теперь их нет в игре. Нет технологий, нет и нужды использовать этот трафик. Какие ещё изменения есть в этом билде? Ну, к примеру, копы реагируют на превышение скорости. Была добавлена возможность побить рекорд улицы, как Burnout Paradise, и изменена анимация ареста. А при самом аресте мы спаунимся в полицейском участке. Ещё хочу отметить тот факт, что в этом билде отказались от бара целостности авто. Отсюда можно и понять появление бага в релизной версии. Вкратце, если в финальной игре долго кататься по открытому миру и попадать в аварии, то машина будет явно казаться разбитой. Однако спустя ещё несколько аварий произойдёт автоматическая починка, как будто ничего не было. На данный момент это последний билд, который хоть как-то был похож на первоначальную задумку Criterion. Теперь это уж точно не тот MostFunded, который хотели игроки, и далеко не тот MostFunded, который хотели сделать разработчики. Однако главные изменения ещё впереди. Переходим к билдам третьей категории. К слову, фанатам удалось раскопать кадры другой вариации интро. Оно не используется ни в одном из билдов, поэтому просто покажу его в этом отрезке видео. До конференции Е3 остаётся меньше двух недель. Последние приготовления перед тем, как показать игру миру. Что же мы видим в прототипе, который должен был быть отполированным перед выставкой? Ну для начала впервые показан релизный логотип. В очередной раз изменённое меню и карта, интерфейс вновь поменялся. К слову, на номерных знаках теперь красуется надпись Burnout. Запуск гонки выглядит очень странно. К слову, это уже изменённая гонка специально для Е3. То есть на фоне идёт именно та самая гоночная миссия. Из других добавлений. Была добавлена музыка при уходе от полиции, была изменена текстура рекламных щитов, от меню гаража полностью избавились. Теперь в нём можно лишь выбрать найденное авто в городе, а также запустить уже ранее пройденные гонки на карте. Проще говоря, теперь гараж нужен был лишь для быстрого перемещения. Помимо этого, в игре полностью удалены технологии. Теперь их нет в игре вообще. Ну как вообще? Почти. Однако подробнее расскажу далее. Ещё в данном билде очень интересно работают мастерские. Если твоя машина разбита, то игра починит её. Но если ты зайдешь в мастерскую на целом автомобиле, то игра перекрасит его. Также тут впервые появилась возможность зайти в онлайн. И аккаунт Origin, собственно. Итак, с чего же начать, не поверите, в данном билде изменили интерфейс. Да, разработчики долгое время не могли определиться с ним. Были добавлены новые машины и чекспоты. Появился саундтрек, три штуки. Он играет во время геймплея. Здесь также можно увидеть наиболее детализированную из всех вырезанных локаций. Она носит название Golden Meadows. Эта локация в данном прототипе и на карте ещё существует в игре. Также очень интересный момент заключается в том, что при смене автомобиля начинает играть сигнализация. То есть в этой версии есть даже обоснование какое-то. Игрок не берёт машины с неба. Он их тупо угоняет. И самое интересное, если мимо проедет полицейский и услышит сигнализацию, то он начнёт погоню за вами. В релизной версии такую фишку полностью вырезали. Скорее всего это убрали по причине того, что рано или поздно каждого игрока это начнёт бесить. Ещё один вырезанный автомобиль. Это Nissan Versa. Однако стоит упомянуть, что он остался в релизной версии, но лишь как автомобиль трафика. Я не просто так сейчас сказал о нём. В данном билде есть такая фича, когда тебя арестовывают, то после ареста ты появляешься на карте возле полицейского участка именно на Nissan Versa. Игрок крал авто и якобы конфискация. Ты возвращаешься домой на маминой малолитражке. Помимо этого в автомастерске в данном билде необходимо искать, они не отмечены на карте. Изменили модель Hammer H1 и добавили Dodge Charger SRT8. Доллары пропали из обращения, а теперь здесь всеми известный спидпоинт. Были добавлены модификации для авто, как в самом релизе, шины для бездорожья, нитро, аэродинамика и прочие. Технология шипов единственная оставшаяся в игре, однако использовать шипы теперь могут лишь полицейские на корветах. Сами корветы чёрные, а не тёмно-синие, как в релизе. Закончили с достижениями для PSN и явно подкрутили оптимизацию, теперь игра вылетает реже. Это, наверное, не сразу заметно, но графон тоже уже почти финальный, просто пресет освещения и фильтр либо похожи, либо остались от прежних билдов. Гаражи выпилили из игры, теперь они вообще не используются, однако они всё ещё существуют, и с помощью дебаг-меню мы можем его включить. В нём мы могли сменить автомобиль, поставить модификации и перекрасить автомобиль. Сформировался ещё один вид чёрного списка, теперь он выглядит вот так. Помимо этих боссов, в игре планировалась ещё и заключительная гонка. Финальная гонка игры могла быть против BMW M3 E46 в раскраске МВ, если это, конечно, не очередная заглушка, хоть и с потенциальной идеей. Есть маленький шанс того, что на момент этого билда BMW ещё и являлась полноценной частью игры. Позднее её вырезали и сделали доступной лишь в DLC. До релиза остаётся чуть больше двух месяцев, что же изменили в билде за август 2012-го. Ну, во-первых, теперь здесь финальный вариант интро. Куда же без этого изменения, вы сами догадались, верно? Изменили интерфейс, он стал максимально близок к релизной версии. Теперь при смене автомобилей показываются разные логотипы, а не только заглушка в виде Porsche, как было до этого. И ещё мелочь, но теперь надо обязательно сесть за автомобиль, который ты нашёл, иначе ты не сможешь его использовать. То есть, если ты не сядешь за него, то на карте он отметится, но использовать его в Easy Drive нельзя. К слову, Easy Drive окончательно доделали, теперь он прямо как в релизе. В игре впервые появились события засада, где нас окружают копы, и также была доработана игровая карта. С помощью дебаг-меню можно включить максимально сырой русский язык. Теперь гонки поделены на определённые машины, как в финальной версии. Был добавлен писк в детекторе копов. Этакий радар, как в оригинальной МВ, пищит сильнее при приближении полицейского. Чтобы вызвать соперника чёрного списка, необходимо просто выиграть любые пять гонок. К слову, теперь чёрный список добрался до окончательной точки, такой же, как в релизной версии. Фотокамеры больше не отображаются на карте. Теперь можно прокачивать детали, как в релизе, изменили анимацию при аресте, и также были готовы первые ролики заставки перед началом какой-либо гонки. Эти катсцены отличаются от финала тем, что они имеют офигенное звуковое сопровождение. Если у вас сейчас нет звука, значит его вырезал Ютуб. Однако мой друг Захар, который и снимал геймплей в этом видео, сделал отдельный ролик со всеми этими заставками. Увидеть все заставки вы можете на его канале. Помимо этого мы вытащили из файлов билда бета заставки перед боссами. Хоть состав и окончательный, но Альфа Ромео в игре еще не имеет свои собственные заставки. Отличий никаких, кроме самого авто. В ролике тут еще эво. Знаете, что еще интересно? В режиме АФК камера начинает летать по городу под классическую электронную или джазовую музыку. Примерно такой же было в Burnout Paradise. Также хоть игра и лишилась бара со здоровьем, однако в игре оно все еще есть. И когда вы достигаете критической отметки, вы оказываетесь возле мастерской. В моем случае на крыше мастерской. Еще один мелочный момент, но довольно интересный. Теперь на джекспотах играет музыка. Выглядит это примерно так. Сделано это для того, чтобы игрок, услышав музыку, мог быстрее найти точку смены автомобиля. Эта фича дошла до релиза. Всю десятку боссов можно пройти. За все время игра у нас вылетела всего три раза. Гонки такие же, как и в финале. Однако интеллект до конца не проработан. Боты часто улетают в стены и врезаются в трафик. Выставка Gamescom уже скоро. Критериан Games надо показать еще одну играбельную демку общественности. Какие изменения она получила в сравнении с предыдущим билдом? Изменений остается на самом деле мало. Игра почти закончена. Доделать текстуры, окружение в городе и все. Однако изменения по сравнению с прошлым билдом все же есть. Как обычно по порядку. Доработан интерфейс. Вы ожидали чего-то другого. Изменили текстуру номерного знака. Теперь он в финальном варианте. Как я сказал ранее, в некоторых местах города были добавлены текстуры. Теперь это больше смахивает на финальную версию. Незначительно был изменен изи драйв. Также была добавлена анимация при победе над гонщиком черного списка. А дебаг фоторежим был удален. О мелких изменениях поговорили. Однако что еще интересного есть в этом билде? Помните, в предыдущем прототипе я говорил о заключительной гонке? Так вот, она все еще есть. Однако, во-первых, ее запуск возможен только на автомобиле BMW M3 E92. Во-вторых, здесь есть одно очень значительное изменение. Теперь во время соревнования на игрока нападают 10 автомобилей. Все эти тачки отмечаются на карте как полицейские. Однако, это гонщики. И все эти автомобили есть в этом черном списке. То есть, это предыдущие боссы нападают на игрока. Я считаю, что данную гонку все же следовало оставить до релизной версии. Она как бы проводит черту и заканчивает то, что есть. Но с другой стороны, здесь возникает небольшая проблема логичности. Ведь игрок может собрать эти машины у всей десятки. И странно будет видеть боссов вновь на авто. Ведь эти тачки уже у нас, хотел сказать в гараже, но вспомнил, что их тоже вырезали. У нас в собственности. Но я думаю, что это можно было бы как-то обосновать. Однако, все пошло под нож. И в финале имеем лишь последнюю гонку с очередным соперником на Кёнигсике. И заставка с этими словами. Поздравляем. Вы вне конкуренции. Спасибо, бля. Вот мы и дошли до релизного состояния игры. Что же в нем поменялось? К примеру, вырезанные машины, о которых я говорил, полностью ушли из игры. Убрали радар, изменили некоторые заставки, доделали окружение города, музыку полностью вписали. Короче, закончили игру. Гонка с BMW M3 из игры образца 2005 года пропала. И вообще машина тоже пропала из основной игры. Позже её вернули с DLC, однако никакого обоснования для её возвращения не было. В другом DLC сделали новую локацию, аэропорт. И нет, это не тот аэропорт, который был вырезан. Он совсем другой. Также было ещё два DLC с паками машин. Один из разных фильмов, другой просто с набором гиперкаров. Это релизная игра, все изменения вы видели на протяжении всего видео. Я хочу сказать лишь одно. Разработчиков погубили свои же амбиции. Если бы была возможность изменить название игры для игроков в своё время. Однако, полностью назвать игру плохой я не могу. Это приятная гонка на пару вечеров, без всяких мыслей. Да, далеко не Most Wanted, однако всё равно приятная игра. Особенно физика в игре хорошая. На фоне последующих игр тем более. К сожалению, имеем что имеем. Вот. Теперь идут слова Димы Лаэмфо. Те, кто знают, поймут. Хоть он и ничего давно не выпускал, но в этот раз он помогал мне со сценарием данного ролика. И идёт его цитата. С моего давнего ролика из 2017 года многое поменялось. В том числе и то, как я отношусь ко всей этой истории разработки. Тогда, в 2017, я полностью был на стороне Criterion. И уверял, что беды пошли от недостаточных сроков на такой амбициозный проект. Что, естественно, выливалось в хейт в сторону издателя Electronic Arts. Сейчас же всё становится не настолько очевидно и просто, как раньше. Все последние годы после выхода моего старого ролика я всё глубже изучал данный проект. То, как он развивался, какие изменения происходили и тому подобное. И со стороны всё кажется нормальным. Идёт разработка, рождаются идеи и делаются различные наброски. Но всё приобретает другой окрас, когда мы обратимся к истории студии. Тому, как проходила разработка тайтлов её личной серии Burnout. Уже начиная с разработки Burnout Revenge, в стенах студии начала расти крайне губительная привычка, которой некоторые разработчики сами признались после. Люди в студии действительно работали в полную силу над своими проектами. Горели ими, желали вложить максимум сил. Это выражалось в регулярных тестированиях различных идей. По типу, может ли работать эта механика, а как насчёт такого, а что если мы сможем сделать такой сложный визуальный эффект и так далее. Идея идеями, но разработка крупного коммерческого тайтла популярной серии игр – дело серьёзное. И что редко терпит какие-либо отклонения во времени разработки. Собственно, из-за продолжительных тестов идей всякого-всякого, разработка Burnout Revenge несколько поздновато вышла из стадии при альфы. После этой игры шёл ещё более крупный тайтл – Burnout Paradise, с которым, не поверите, произошла та же история. А теперь вернёмся обратно к Most Wanted 2. Понимаете мой полёт мысли? Крупный проект, имеющий грандиозный потенциал и требующий немалых усилий. Естественно, это было лучшее горючее для розжига генератора идей. Можно только гадать, сколько всего мы не увидели, просто потому что это было не в форме билдов, а в форме различных документов, прототипов, зарисовок и так далее. Вдруг на самом деле окажется, что и в этот раз студия вновь попала в эту яму и всегда попадает. Долго думала, пыталась параллельно делать игру, а перед разработкой издателю нужно представить небольшую демонстрационную версию того, каким должен быть проект. Как он должен играться и какие ощущения вызывать? Опять же тот же вопрос, понимаете мой полёт мысли? Что если всё, что мы видели в билдах, большая часть из этого должна была быть просто демо для издателя? И тогда встаёт страшный вопрос с начала 2012 года. А где... где игра? Ладно, я конечно умею навести сильные эмоции через текст подобного рода, вполне реально, что всё могло быть не настолько плохо. Но очевидно, что в студии с разработкой проекта что-то серьёзно шло не так. Если почти всё, что когда-то напоминало игру 2005 года, было в один момент полностью отрезано. Need for Speed Most Thunder 2 это проект, о котором мы знаем уже очень много, но так и не можем ответить, что же произошло на самом деле. Слишком много деталей, пазлы отсутствуют, и собрать можно вообще почти любую картину. В завершении добавлю, что как бы всё это не было интересно, нас ждёт будущее, студия снова у руля, и нам остаётся только надеяться, что даже если проект и не выйдет 10 из 10, то разработчики больше не столкнутся со своими старыми крайне губительными привычками. Что же, ребята, хочу сказать спасибо, что просидели почти эти 40 минут со мной. На этом я хочу закончить данный ролик и поблагодарить данных личностей за помощь в ролике. Обязательно переходите на их каналы, без них этого ролика тупо бы не было. Ссылка на некоторые источники находится в описании. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok